Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Вы, наверное, подумали, что я отстригла челку. На самом деле нет. Я не знаю, откуда у меня такая растительность тут появляется на лбу. Видимо, очень много волос выпадает. Я просто это не замечаю. У меня появилась такая челка, откуда я даже не знаю. То есть я ничего не подстригала, просто я собрала волосы. И тут смотрю, у меня здесь дофига волос. Думаю, такой, знаете, образ. Просто здесь залысина. Хотела маркером закрасить. Вы это не видели, короче. Сегодня у нас мой любимый мукпанг. Я очень люблю булочки с сосиской. Вот такие вот. Вкусняшка. И еще здесь йогурт, чтобы не было одиноко. Здесь у нас кофе три в одном. Каждый раз, когда я заливаю кипятком, такое ощущение, что, знаете, мелкие какие-то пузырики взрываются. Вот кофе у меня. И давайте приступим. Сегодня мы с мамочкой ходили по магазинам. Пытались купить ей куртку. У меня мама очень капризный человек в плане одежды. Она жутко комплексует из-за своего веса. Но при этом она ничего не делает, чтобы что-то поменялось. Мама хочет надеть куртку, чтобы в этой куртке она выглядела, например, на 70 килограмм, на 65. А такое не бывает. Очень классные варианты были. Сейчас как раз везде завоз. На улице 20 градусов люди выбирают зимние куртки. Когда я только переехала в Азербайджан, мне было смешно смотреть на людей, которые выгуливают свои шубы, такие, знаете, прям до пола. В минус один. То есть, ну не холодно же, прям можно вспотеть в этой шубе. А потом со временем ты как-то привыкаешь к этому климату. И когда даже минус один, тебе кажется, это холодно. Еду в Россию к брату. Вообще дубак, ребят. Я сама там жила, но сейчас как будто организм уже отвык. Отвык от холода. Мне очень нравится в России праздновать Новый год, потому что там такая атмосфера, там, не знаю, снег. Люди такие сразу, знаете, проходят к незнакомым людям с Новым годом. Там все пьяные, все дела. Здесь даже снега нету. Но Новый год. Такие вот дела. В общем, так и ничего мы не выбрали. А все почему? Не нравятся модели, которая подошла бы маме. Я хочу проявить заботу, как бы что-то купить, что-то сделать. Но не угоди человеку. Пришли без куртки. Я лично всегда мечтала зарабатывать, и чтобы я могла купить маме все, что она хочет. А проблема в том, что она каждый раз, например, говорит, ой, не надо. Лучше себе что-то купи. Ой, не надо тратиться. Я говорю, мамочка, зачем я живу? Зачем я столько работаю? Чтобы ты и папа хорошо жили. Но по большому счету, вот если так взять... Зачем я работаю? Зачем мы все работаем? Для своих детей? Если нет детей, то и для родителей. И для себя, ну, конечно. Обожаю булочку с сосиской. Причем эти булочки, они чуть дороже, и там сосиска очень вкусная и прям целая. Однажды купила супер бюджетный вариант. Там была половина сосиски и совершенно невкусная. Обжираемся на ночь. Только что посмотрела презентацию айфона 12. До меня только дошло, что вышел 12 айфон. Я была в шоке. Как можно в комплект не положить зарядку и наушники? Ладно, наушники. К черту. Но зарядку. Тем более телефоны стоят не бюджетно их. У меня просто такое ощущение, что скоро ты открываешь, например, коробку от айфона, а там телефон, где такое, где камера, и тебе, а это надо докупать. Заходишь в меню, не находишь, например, будильник, и тебе говорят, а это приложение нужно докупать. Мне кажется, лучше бы айфон стоил чуть дороже, но просто в комплекте было все. Это просто, не знаю, мне кажется, какое-то издевательство, что ли, над людьми. Опять же, вы, может, не согласны со мной, пишите, пожалуйста, в комментариях. Но, на мой взгляд, элементарно, вот просто зарядка обязана быть в комплекте. Некоторые в комментариях спрашивали, айка, собираешься ли ты покупать? Я нет. Не собираюсь. Зачем? В ближайшее время меня полностью устраивает мой телефон. Единственное, что мне нравится в айфоне, в нем есть очень хорошая стабилизация, которой нету в Самсунге. Плюс очень хорошо держит зарядку. Ну, прям вау. Хотя у меня просто одиннадцатый. То есть, если взять одиннадцатый Pro Max, то там батарейка гораздо лучше. Сначала, когда ходили эти слухи, я, если честно, не верила. Я думала, что это просто слухи. Когда будет презентация, все увидят, что в комплекте есть и наушники, и зарядка. я люблю технику. Например, я хочу вот эту мою камеру поменять на Canon 5D. 5D или 7D. На 7D. то есть, если действительно мне оно нужно, я куплю и ноутбук хороший, и там свет. если я возьму камеру, а в комплекте, например, не будет зарядки, это будет как минимум, мягко говоря, неприятно. Ну да ладно. Либо мне так кажется, когда вышел iPhone X, мне кажется, был такой взрыв, все пошли его покупать. А сейчас то ли людям не до этого коронавирус и все дела у всех проблемы, то ли не зацепил. Я работала в магазине техники и вот когда сравниваешь товары, которые больше всего продаются, на первом месте были телефоны. Больше всего продают телефоны. Есть деньги, нету, люди все берут в кредит, меняют телефоны, покупают новые модели. Это неплохо. Каждый имеет право распоряжаться своими деньгами, как он считает нужным. У меня, например, сегодня вечером откинул копыт и мой холодильник. Холодильнику реально сто лет. Когда я открыла глаза, уже холодильник у нас был. Проблема в том, что дверца холодильника плохо закрывается. Видимо, надо будет покупать новый холодильник. Но мне очень приятно с одной стороны в том плане, что мне всегда везет в плане техники. Тьфу-тьфу-тьфу, только бы не сгладить, сейчас камера выключится. Всегда, когда я такое говорю, мне, например, везет в этом плане, или, например, я говорю, мне так повезло с парнем, там потом такой скандал, да? Ну, дай бог, ничего не будет, но вообще в плане техники мне всегда везет и всегда техника служит очень долго. без проблем. Даже возьмем, к примеру, мою камеру. Она реально очень много работает в том плане, что одно дело у тебя лежит камера и ты ее раз, например, в год вытаскиваешь, делаешь фотографии, а у меня камера, она работает каждый день. Причем в день я снимаю несколько видео, иногда мама тоже снимает. Поэтому, если через неделю там моя камера откинет копытом, я на нее вообще не в обиде, она отработала каждую копейку своих денежек, поэтому, дорогой мой Кэнон, если хочешь, мы с тобой можем попрощаться, но если ты не хочешь, мы с тобой будем работать еще до пенсии. То есть, техника долго служит. у меня у папы он покупает телефон, просто очень любит слазить в телефоне. Один раз он удалил операционную систему, что-то такое, в общем, телефон выключился и больше не включался. Я не знаю, что он сделал, но телефон сказал «Досвидуре». И еще я поняла одну вещь. Если у вас есть, например, куча ненужных телефонов, просто продавайте их или отдавайте кому-то. Я очень часто отдаю свои телефоны, например, в деревне, соседям, кому-нибудь, неважно кому, просто когда телефон остается, например, много лет, он падает в цене. это не тот, например, товар, в который можно инвестировать ваши деньги. Он имеет минимальную ликвидность и получается с годами просто возьми и выбросим. Например, сейчас айфон пятый. у Фати дома, не знаю, три, четыре телефона, четыре айфона, не помню, сколько. В общем, у нее был айфон пятый, я ей говорила, продай его, пока его берут вообще и берут за нормальные деньги. он сказал, нет, понадобится еще. Так и лежит. Либо отдай кому-то, кому это нужно, либо продай. Мой парень здесь камера, Canon. Он ее покупал в Дубае, когда был. Ну, в общем, не суть. Я ему объясняю, что через годы например, выйдут такие телефоны, которые будут снимать, фотографировать лучше, чем твоя камера. Камера изначально была слабая, а сейчас вышли вообще такие варианты Canon, что не сравнится. И смысл покупать такую технику и оставлять, но я лично не вижу. Может, вы считаете иначе. Раньше эти фотоаппараты были мыльница. Помню, совсем мелкая была папа. 7 тысяч заплатил и купил мне эту мыльницу. Я думала, господи, что это за качество? Я думала, все, это супер. Но сейчас самый, не знаю, слабый телефон снимает лучше, чем эта мыльница. А сейчас куда ты ее продашь? Никуда. поэтому, когда я говорю, многие девчонки со мной не соглашаются в том плане, что сейчас детей растить намного сложнее. Вот, к примеру, возьмем наших бабушек. Когда они жили, не было телефонов вот этих вот. А сейчас ребенок идет в школу, видит у своих одноклассников там, не знаю, последние телефоны начинает вот капать на мозги, что мне тоже купи. Когда возможности нету, что делать? Это как у меня был коллега. И, в общем, у него сын ходил в обычную школу. Я, по-моему, рассказывала. Он говорит, я просто замучился, говорит, платить попечительский совет, не знаю, деньги за уборщицу, деньги за, охранника собирают. И он такой, говорит, лучше уж я пойду, доплачу немного, но мой ребенок будет учиться в частной школе. Решил он конкретно так. И все, ребенок пошел в частную школу. Отучился буквально там три месяца. Приходит, говорит, папа, мне нужен iPad, мне нужен Apple Watch. Я хочу такую же одежду, как у моих одноклассников. И он такой, нет, дорогой мой, обратно ко всем нормальным детям. У меня, если бы даже была бы возможность, я бы хотела, чтобы мой ребенок учился со всеми. не было такого, что вот он учится в частной школе, где все мажоры и все дела. я бы очень хотела, особенно, если это парень не балует ни в коем случае, чтобы он знал цену деньгам. заговорю, как будто я такой олигарх. Могу позволить многое своему ребенку, но не дам. Но все-таки, знаете, внутри каждого человека есть мечты и как он представляет, например, свою идеальную старость. Ну, к примеру, да? И вот если все получится, я ему скажу, слышь, что, давай, снимай видосы, обжирайся, как я, устраивайся на работу, потом дам я тебе манат. Я извиняюсь, у меня просто супер настроение. Причем ничего хорошего не произошло. У вас такое бывает? Я просто целый день улыбаюсь, хотя дела так себе. Просто я как будто заряжена сегодня утром батарейками энергайзер. Это была скрытая реклама. Вроде на ночь обжираться не хочется, но так приятно. Я так обожаю по вечерам кушать. Иногда я думаю, что а если бы не было такого, что мы можем покушать? как бы скучно было. Для меня прием пищи это такое, знаете, удовольствие. Если бы я не любила это дело, я бы не снимала мукбанки. Я реально обожаю именно прием пищи. Не знаю, каждая еда по-своему вкусная, она по-своему прекрасна. и было бы очень скучно жить, если бы мы не кушали. У меня в стакане появляются черные пятнышки. Вы видите, не знаю, вам видно или нет, вот, вот, черные пятнышки. Откуда, не знаю, новый стакан? Причем, знаете, это не просто убьевшаяся грязь, а там прям такие, знаете, дырочки. Какая-то заколдованная кружечка. Ну, да ладно. Не оставаться же добру. Доедим. В общем, мои хорошие, я надеюсь, что я сумела передать свое хорошее настроение вам. Если это было так, то обязательно пишите в комментариях. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Всем пока!